МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 лет назад под Кировом милиция арестовала серийного убийцу Юрия Яганова. Преступник прославился тем, что пил кровь своих жертв. Спустя три года волна загадочных убийств прокатилась по Нью-Йорку, Лос-Анджелесу и Чикаго. Смертельные раны у жертв располагались в местах прохождения вен, а сами тела были частично обескровлены. Осенью 2008-го громкое ритуальное убийство потрясло жителей украинского города Измаил. Свидетели видели, как преступник склонился над телом растерзанной девушки, набрал кровь в стакан и тут же выпил? Почему первое десятилетие нового века оказалось таким кровавым? Словно легенды о вампирах ожили. Просыпаясь с приходом ночи, упыри из Средневековья искали жертв среди людей, чтобы утолить свой вечный голод человеческой кровью. Неужели вампиры существуют на самом деле? Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Тайны человеческой крови. Наше здравие. Вот эта кровь пьется. Создание сверхчеловека. Секретный проект первого советского института переливания крови. Крови, особенно в живой, душа человеческая. Редкое генетическое заболевание. Заболевает один из десяти тысяч. От которого лечили Леонида Брежнева. Его образ размывался даже на фотографиях. Из-за которого покончила с собой супруга немецкого канцлера Гельмута Коля. Подумай о порфирии, проведи тест. Неужели вампиры существуют на самом деле? Это потребность. Это так же, как есть. Пить, спать, шевелиться. Тайны мира. Вампиры. Я расстрою все тайны. Тульская область, село Романово. На окраине возвышается заброшенная церковь. Возле нее древнее кладбище. Местные жители никогда не заходят сюда после захода солнца. А ведь когда-то село называлось Покровское. В честь этого самого храма Покрова Пресвятой Богородицы. В 1856 году в Покровском появился незнакомец, назвавший себя графом Романом Стропикара. Откуда он, никто не знал. Граф велел построить огромный каменный дом, больше похожий на замок. Усадьбу. Граф велел строить на противоположной от церкви окраине села. Хотя место у храма всегда считалось почетнее. Это показалось странным. Но граф платил полновесным золотом. И местные жители, посудачив, скоро потеряли к чудаку-барину всяческий интерес. Тем более, что в селе начали происходить странные события. В окрестностях Покровского стали пропадать молодые женщины. Только за первый год около 10 человек. Некоторых, правда, вскоре отыскали. Мертвыми. Все, как одна покойница, которых при жизни называли кровь с молоком, выглядели так, словно из них выкачали саму жизнь. Странными смертями заинтересовался молодой помещик Николай Яшин, только что вернувшийся после учебы из Франции. В Париже Яшин читал о череде загадочных смертей. Газеты отмечали изможденность и неестественную даже для трупов бледность. Как только таинственные смерти в Париже прекратились, они начались в родном для Яшина Покровском. И совпало это с приездом графа Стропикаро. Молодой помещик нанял сыщика, чтобы следить за графом. И пришел к закономерному выводу. Роман Стропикаро – упырь. Или, как принято было говорить в Европе, вампир. В одну из ночей лета 1861 года толпа местных жителей, вооруженных вилами, топорами и кольями, двинулась к стоящему на окраине дому графа. Озлобленные селяне растерзали его единственного слугу, а в грудь хозяина дома вогнали осиновый кол. Крестьяне верили, что, потеряв свою жизненную силу, упырь больше не вернется. Дом графа сравняли с землей. На этом историю графа Стропикаро можно было бы закончить. Но в 1897 году в свет вышел новый роман. Граф Дракула. А спустя столетие, в 1994 году, в районе чешского города Челяковцы, местный житель, вскапывая свой огород, наткнулся на древнее захоронение. 13 человек в 11 могилах. Все найденные скелеты принадлежали мужчинам. Останки лежали со связанными ногами и руками, повернутые на бок. В районе сердца в каждом скелете торчал полуистлевший осиновый кол. Неужели вампиры действительно существовали? Я расстрою все тайны. Январь 2004 года. Румыния, деревня Маратина. Незадолго до полуночи на деревенском кладбище появились шестеро мужчин с лопатами и вилами. Они приложились к бутылке самогона, но им все равно было не по себе. Мужчины остановились перед свежей могилой с надписью Петре Тома, выкопали и вскрыли гроб. Покойник выглядел так, словно его положили в могилу только вчера. Самый старший из пришедших вынул нож и быстро вырезал сердце покойника. Затем вся компания немедленно покинула кладбище. Когда на сквернительной могилы вышла румынская полиция, участники зловещего ритуала заявили, они защищались. По словам членов семьи Маринеско, их родственник Петре Тома являлся к ним по ночам и высасывал жизненную силу. Эти кадры, снятые британскими документалистами, обошли весь мир. Несанкционированная эксгумация тела покойника, средневековый ритуал с вырезанным сердцем, вызвал скандал в Румынии. Грышка отошла, покойник лежал на спине. Его одежда расстегнута, грудь вскрыта. У него не было части сердца. Полиция Краевы, района, расположенного на юго-западе страны, тщательно допросила всех, кто участвовал в странном ритуале. Члены семьи Маринеско все как один рассказывали одно и то же. После похорон 76-летнего учителя Петре Тома, по словам родственников, он по ночам начал являться к ним домой, чтобы пить их кровь. Под утро, по словам перепуганных домочадцев, он покидал дом под видом стаи ворон. Все члены семьи сильно похудели. У племянника, двоюрного брата и невестки Петре обнаружили онкологическое заболевание. Все в деревне были уверены, после смерти Петре стал вампиром. А как бороться с вампирами в деревне знали. Тело вампира нужно достать из могилы. Посыпать чесноком. Затем пронзить сердце осиновым колом. Извлечь его и сжечь, положив на распятие. Ровно в полночь на перекрестие трех дорог. Смешать пепел с водой и дать выпить всем, кто заболел из-за ночных визитов вампира. Именно это и сделали родственники Петре Тома. На допросах они заявили, что когда подняли крышку гроба, то увидели странную картину. Руки Петре не были сложены на груди, как их складывали в момент похорон, а оказались вытянуты вдоль тела. Голова была повернута на бок, а около губ запеклась свежая кровь. Георга Маринеску и пятерых его родственников посадили на полгода за сквернение могилы. Следователям удалось объяснить эту историю простыми естественными причинами. Все, кроме одного. Все ранее заболевшие члены семейства Маринеску загадочным образом выздоровели. Много позже мужчины рассказали журналистам. Все их боли и болезни ушли после того, как они выпили размешанный в воде пепел сожженного сердца вампира. Это Диана Семенуха. Одесская женщина-вампир. Она пила кровь беспризорников и использовала ее в сатанинских обрядах. Да, я использовала кровь детей. Это было пару капель крови с их совершенно добровольного согласия. Диана росла обычным ребенком в обычной семье. Магические способности она обнаружила у себя сразу после окончания школы. Перекрасила стены квартиры в черный цвет, прошла инициацию в сатанинской организации, получила второе имя Мастер Крайт и начала пить кровь. Не нужно с человека вовсе сосать пол-литра крови или литр. Для этого достаточно проколоть палец и использовать по назначению. Доноров Диана искала так. Подходила к бездомным детям, предлагала им крышу над головой и пищу, взамен требовала кровь. Те, которые не хотели, она как бы их заставляла. И чтобы они ей давали, и она резала, и чтобы она прямо с раны пила кровь. И таким образом она проводила потом свои обряды магические. Диана считала, что с помощью магических обрядов можно обрести вечную молодость и вечную жизнь. Было только одно условие – использовать исключительно кровь девственников. Диану Семенуху приговорили к трем годам тюрьмы. А спустя год Одесскую область потрясло громкое ритуальное убийство. На этот раз в городе Измаил. 16-летний измаильский вампир убил молодую девушку, чтобы выпить ее кровь и отведать плоти. Посмотрите на карту. Это Румыния. Город Тырговишт. Здесь жил Влад Третий Цепеш, прототип легендарного Дракулы. Петре Тома родился и вырос в румынской деревне Маратино. Загадочное захоронение 13 вампиров обнаружено в Чехии. Диана Семенуха и ее таинственный наставник из секты Красный Дракон из Одессы. Чем объяснить такую географию вампирских проявлений? Даты преступлений разнесены в веках и никогда не совпадают. Как будто один и тот же оживший в ночи мертвец исчезает в одном месте и появляется в другом. В 1611 году венгерская графиня Елизавета Баттери была замурована в одной из комнат своего замка за убийство 650 молодых девушек. Она убивала для того, чтобы купаться в их крови. Она считала, что это сохранит ей молодость и красоту. Слава о немеркнущей красоте графини Елизаветы Баттери действительно шла по всей Европе. Откуда средневековая графиня знала о магических свойствах человеческой крови? Как гласит легенда, Елизавета случайно открыла этот доказанный сегодня наукой секрет. Вздорная графиня грешила рукоприкладством. Однажды она ударила одну из своих служанок по лицу с такой силой, что до износа пошла кровь, которая залила Елизавете Баттери все лицо и руки. Графиня смыла кровь и внимательно посмотрела на свои руки. Кожа на руках показалась ей более мягкой и нежной. С тех пор она принимала только кровавые ванны. В течение десяти лет графиня заманивала в замок сотни девушек, обещая им работу и деньги. Вместо этого их бросали в темницу и держали там до тех пор, пока Елизавета Баттери не захочет принять ванну красоты и вечной молодости. Даже замурованная в комнате с узкой щелью для еды, графиня прожила еще три года. По легенде, она умерла лишь потому, что лишилась кровавых ванн и исчерпала свою жизненную энергию. Некоторые люди нуждаются в крови и сыром мясе чисто физиологически. Любители карпаччо и кровавых стейков. В некоторых ресторанах можно даже заказать бокал с кровью. Для народов Крайнего Севера, славящихся своим долголетием, отменным здоровьем и сильной энергетикой, сырое мясо, бокал оленьей крови и черный хлеб основные продукты, которые на обеденном столе оказываются всегда самыми первыми. Даже праздники они отмечают не с бокалом вина, а с бокалом теплой крови. После того, как человек употребил сырое мясо, кровь выпил полторы сутки, он кушать не хочет. Оленеводу Федору Яунгаду из Салихарда 60 лет. Всю свою жизнь он пьет оленью кровь. В среднем два-три стакана в неделю. И чувствует себя на 40 лет. Наше здравие, вот эта кровь пьется. Ученые объясняют пристрастие к крови особой физиологии северян. Эритроциты в их крови живут намного меньше, чем у обитателя средней полосы. С сырым мясом и свежей кровью жители страны Снегов получают весь необходимый состав микроэлементов. Но сами оленеводы говорят об особой энергетике этой пищи. Начинают маленькими кусочками брать, макать кровь, съели и самые условия главные, чтобы заедать хлебом. Желательно, конечно, заедать черным хлебом. Между оленеводом с Крайнего Севера и вампиром такая же разница, как между любителем говяжьего стейка и людоедом. Как же объяснить феномен настоящих вампиров? Это кадры из нашумевшего фильма «Монгол». История завоеваний правителей полководца Тимуджин, ставшего известным как Чингисхан. В его войске каждый воин в походе имел при себе несколько лошадей. Провизию с собой не возили. Проголодавшись, монголы прокалывали вену лошади и пили ее кровь. Животное могло без ущерба для здоровья потерять раз в 10 дней около полулитра крови. Этого количества было достаточно для поддержания сил наездника. Они получали достаточно сытный продукт, который поднимал их иммунную систему, сохранял жизнь и позволял им выжить в этих суровых условиях. Слухи о невероятной мужской силе непобедимого полководца дошли до наших времен. По преданию правитель имел 7 тысяч жен. Откуда он черпал столько энергии? Из выпиваемой живой крови? Во все времена крови предписывали особую мистическую силу. Древние считали, что в ней живет человеческая душа. Отсюда обычай кровного братства, когда двое людей смешивают свою кровь в одном сосуде и пьют ее, чтобы навеки связать себя кровными узами. Интересно, что эту идею использовали первые большевики, строившие советское государство. Соратник Ленина Александр Богданов, будущий основатель первого в мире института переливания крови и автор концепции физиологического коллективизма, хотел связать узами кровного родства все человечество. Богданов увлекался идеями австрийского философа Рудольфа Штайнера, который утверждал, что кровь проходит по сети капилляров головного мозга и кодируется нейронами, неся в себе так называемое вещество памяти. способность запоминать информацию и передавать ее новому объекту. Было же такое поверье, что в крови, особенно в живой, душа человеческая, и что можно с помощью переливания крови передать хорошие качества душевные. Партийное руководство страны поставило перед учеными секретную задачу. В ходе эксперимента кровь большевистских лидеров начали переливать молодым людям. Предполагалось, что при этом изменится сознание испытуемых, и они станут верными адептами коммунизма. В перспективе собирались превратить все человечество в верных ленинцев без всякой мировой революции. Эксперимент проводился так. Кровь донора поступала пациенту, а кровь пациента одновременно перекачивалась обратно донору. Директор института ставил эти опыты в том числе и на себе. Свою кровь переливал, будучи здоровым, студенту МГУ, который страдал туберкулезом, от него получал кровь, переливал себе и изучал, как на него это воздействует. Первые переливания давали обнадеживающие результаты. У обоих наблюдалось явное улучшение самочувствия и появление бодрости. Двенадцатая по счету операция была назначена на субботу, 24 марта 1928 года. В 7 часов 30 минут вечера почти литр крови студента Колдомасова был перелит Богданову. Молодой человек получил примерно такое же количество крови Богданова. А уже через несколько часов у обоих началась лихорадка. Забывайте, что это 28-й год, про резус еще никто ничего не знал. С Богданова начался гемолитический шок, и он умер от острой почечной недостаточности. Если бы в то время резус-фактор уже был бы открыт наукой, возможно, советским ученым удалось бы в конце концов вывести особую породу людей. Идеологически выдержанных, очень долго живущих, обладающих повышенной силой и энергией. Вампиров. Я расстрою. все тайны. По легендам, вампиры нападали не на всех. Упыри выбирали девственниц, маленьких детей, старых дев и вдовцов. Тех, кто находился в стороне от плотских удовольствий и хранил чистоту тела. Что в их крови было особенного? Цвет, вкус или сильная живая энергия? Нам удалось найти тех, кто знает ответ на этот вопрос. Игорь Калмогоров по прозвищу Космос и его подруга Екатерина утверждают, они, как настоящие вампиры, способны на расстоянии почувствовать вкус людей. Чаще всего отвращение вызывают. Есть такие люди, которые очень сильно болеют. От них есть запах болезни, в основном чаще всего гниль. А так есть, да, аппетитные люди, но их очень мало. Кто это? Современные вампиры или неформалы, играющие в них? На улицу Игорь и Катя выходят только в темных очках. На солнце немного долго. Почему? Потому что у меня начали глаза болеть, и местами пропадало зрение. Но не постоянно, а временно, то есть как пелена. Защитная реакция глаз и долго не видел. Игорь учился в школе, когда впервые увидел кровь. Это зрелище настолько ему понравилось, что он даже испугался. У меня мой знакомый в моем далеком детстве порезался глубоко, а я не смог устоять, просто не смог устоять. Животное такое чувство, слюни текут, они знают, что делать. Игорь не удержался, припал губами к руке товарища и начал жадно глотать солоноватую жидкость. Прошло какое-то время, и он понял, что хочет опять почувствовать этот вкус. У Кати все было значительно проще. Когда она первый раз попробовала человеческую кровь, это было скорее баловством, чем осознанным желанием. Донором была моя знакомая, она готичка. Но вскоре каждый из них заметил, мир вокруг понемногу становится другим. С каждой новой порцией выпитой крови и Катя, и Игорь чувствовали неожиданные изменения в себе. Восприятие, то есть запахи, вкусы и вообще тепло человека обостряются. Ну и местами иногда управляются такие фишки, как можно предугадывать человеческие мысли. Не читать их, а предугадывать. Неужели эта парочка обладает тем таинственным знанием, о котором говорил Рудольф Штайнер и которое так и не нашел советский ученый Богдан? Игорь работает менеджером по продаже бытовой техники. Катя учится в институте. В неделю каждый из них выпивает в среднем по три стакана человеческой крови. Вампиры утверждают, доноров они находят добровольных. На интернет-сайтах, говорят молодые люди, всегда можно найти человека, готового накормить своей кровью вампира. Многие из них этим даже гордятся. Особо не пытаемся светиться, но чем больше скрываешь, тем больше вызываешь интерес. Иногда делают так, что меня не воспринимают всерьез, мне это в плюс. Почему? Потому что они думают, что это шутка, а на самом деле это больше, чем откровение. Диетологи утверждают, не каждый человеческий организм способен переварить свежую кровь. Для среднестатистического европейца литр крови может оказаться смертельным. Наша пищеварительная система не имеет достаточного и определенного количества ферментных композиций, которые могли бы эту кровь переваривать. Мы проведем собственный эксперимент. Игорь и Екатерина готовы доказать, что они настоящие вампиры. Корреспондент нашей программы соглашается выступить в качестве донора. Сейчас медсестра, соблюдая все правила санитарной гигиены, возьмет у нее кровь из вены. Кровь по бокалам мы разливаем прямо из шприца. Чем быстрее, тем лучше. сейчас узнаем, вкусная она у тебя. Или как всегда. Главное не медлить. Чтобы кровь не загустела и не успела свернуться, она постоянно должна двигаться. Процесс отточен до мелочей. Стеклянный бокал в руке выписывает сложную траекторию. Буквально секунд через тридцать чувствуешь некую эйфорию, радость и краски, то, что ты смотришь на все, настолько яркими становятся, и все рецепторы просто обостряются. Я не видел простого человека, который может выпить больше двухсот грамм, чтобы ему было нормально. И он это получил удовлетворение. Почему питье человеческой крови, которое у обычного человека должно вызывать реакцию отторжения, Игорю и Кате приносит чувство эйфории. Термин я крови нету. И по сути взять тот же самый коктейль, его не пьют, его едят, потому что он густой. Мы проведем тщательное медицинское обследование Игоря Калмогорова. Сначала осмотр у психиатра. У вас есть такая особенность, как вы предпочитаете ее удовлетворять? обрезать глубоко, чтобы было достаточно крови. Либо через плиц это более самый безопасный вариант и в принципе более вкусный. Врач-психиатр Дмитрий Ершов расспрашивает Игоря о детстве и о семье. Калмогоров рассказывает, тяжело переживал развод родителей, долгое время не принимал отчима. Даже родители не знают обо мне все. С ними вижу, встречаюсь, общаюсь, но он никогда не рассказывает свои проблемы. Сложное, но довольно типичное детство. Биография обыкновенного человека. Почему он стал вампиром? Врач-психиатр уверяет, причина не в измененной психике Игоря. Относить его к какому-то выраженному психическому расстройству я бы пока воздержался. Если бы у вас была действительно хорошая, такая вкусная, качественная, большая психопатология, и она началась в 9 лет, к 22 годам мы уже рассыпались. Врач уверен, со временем увлечение так называемым вампиризмом отойдет на второй план и потом незаметно для самого Игоря исчезнет из его жизни. Калмогоров не согласен с таким прогнозом. Приоритет крови это не просто блажь, хочется и все. Это потребность. Это так же, как есть, пить, спать, шевелиться, общаться. Постою еду, поживаю и не наедаюсь. Врач уверенно ставит диагноз. Игорь Калмогоров психически устойчив и абсолютно здоров. На очереди следующий этап эксперимента. Игорь сдаст кровь на гемосканирование. Это метод тестирования всех систем организма через сканирование живой капиллярной капли крови. Через электронный микроскоп мы посмотрим, что происходит в организме молодого человека на клеточном селе. Все процессы могут происходить в течение 5-7 минут ровно до того момента, когда кровь может свернуться. Первый же взгляд специалиста через микроскоп и сенсация. Кровь Игоря действительно не такая, как у среднестатистического человека. Есть одно существенное отличие. Я расстрою все тайны. Игорь Калмогоров человек, называющий себя вампиром, проходит так называемое гемосканирование. тщательный анализ капиллярной крови. Кровь достаточно густая. Рассмотреть что-либо сложно, потому что она находится в очень густом состоянии. Врач меняет увеличение микроскопа и вот первый вердикт специалиста. Это кровь не совсем здорового человека. А вот здесь я вижу личиночку. Скорее всего. Вот вот это вот, видите? Сенсация! В крови Игоря живут многочисленные паразиты, питающиеся красными кровяными тельцами эритроцитами. Вот они. Их хорошо видно в микроскоп. Именно эти существа, живущие в крови Игоря, вызывают у него неконтролируемую жажду человеческой крови. Вот видите, тут два приспособления, которыми они цепляются за клетку, проникают в эритроцит и потом начинают активно поглощать питательные вещества. Пить сырую кровь все равно, что есть сырое мясо. В крови Игоря Калмогорова живут амебы и лямблии, простейшие одноклеточные. Именно они, проникая в организм и поедая его изнутри, вызывают жажду крови. Человек, который однажды выпил сырую кровь, действительно может стать вампиром на всю жизнь. Сработает схема зависимости на клеточном уровне. Паразиты в организме человека, они диктуют свою волю. Когда вы вот это все почистите и уберете, противопаразитарная программа, есть вероятность, даже, я бы сказала, процентов на сто, на сто не бывает, но 99 точно, что вот это бы все избавило вас от тяги. Врач предупреждает, пора завязывать с кровью. Такая зависимость сродни наркомании и рано или поздно погубит молодого человека. Игорь Калмогоров действительно вампир. Но ведь ни он, ни его подруга Екатерина не нападают на людей. Им достаточно крови добровольных доноров или крови животных. Что заставляет вампира совершать убийство? Калининградская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением больше похожа на крепость. У нас в стране всего шесть подобных заведений. Металлические двери и надежные запоры, решетки и колючая проволока. Журналистов сюда пускают редко. В спецбольнице содержатся преступники, которых признали невменяемыми. Кровь он использовал у агонирующих жертв. Это был построенный план. построенный план, который осечек не давал. Юрий Яганов родился и вырос в небольшом поселке Вахруши недалеко от Кирова. От сверстников почти ничем не отличался. Закончил школу, отслужил в армии. А затем увлекся сатанизмом. И однажды вышел на кровавую охоту. стал услышать жертв, ходить как зомби и стал убивать. Я убил четырех женщин. Следователь Сергей Глазырин вспоминает, это убийство сразу показалось ему необычным. Его главная цель была напиться крови и успокоиться. То есть это, не знаю, внутренний зов увлекло его. Все жертвы убийцы пенсионерки. Яганов утверждал, что пить можно только кровь одиноких престарелых женщин, потому что она самая чистая. Ведь если женщина живет с мужем, значит мужчина забирает у нее всю энергию и кровь теряет все полезные свойства. Когда убивал, кровь стекала, я убивал кровь. Брал ладошку, ходил, как в зоне, ложился спать, просыпался, как ничего не было. Последние жертвы вахрушевского упыря стала Мария Петровна Прозорова. Я увидел, что она лежала на веранде в луже крови. Все там забрызгано было. Следствие обратилось за помощью к психиатрам. Вампиризм написан как получение полового удовлетворения при употреблении крови полового партнера. В данном случае жертва. Не партнера, а жертва многочисленная. Здесь наш пациент получал большое ни с чем не сравнимое удовлетворение именно от этого. Здесь имело место патологическое влечение. Яганову поставили диагноз шизофрения и отправили на принудительное лечение. Зачем ему понадобилось пить человеческую кровь, вампир так и не смог внятно объяснить. Петр Герасимов лечится в Калининградской психиатрической больнице уже 13 лет. Учитель по профессии, он занимался мелким бизнесом, шил меховые шапки и продавал на рынке. Любил выпить. Один из собутыльников часто брал у Герасимова в долг и никогда не возвращал. Однажды, после нескольких стаканов водки, предприниматель решил забрать все, что ему причитается. Только не деньгами, а кровью должника. Ну, я хватит топорик и по руке ему ударил по кисти. Ну, кисть отпитилась сразу, но у него кровь побежала. Я говорю, ну, долги возвращаются. Стакан беру краску и налил, выпил. Психолог Антонина Гудалова уверена, это убийство Герасимов считал очень важным для себя, ритуальным. Если он ее выпил, стакан, то вот он тем самым его и унизил, он его и разрушил как индивидуальность, он все. Он его код принял, он выпил стакан крови. Это сосед Герасимова по отделению. Еще один вампир Анатолий Любимов. Сначала его привлекала только кровь животных. У нас поросят тоже режут, так кровь пьют, говорят, полезно. Но не человеческое. Человеческое организм не перенимает, не переваривает. То есть органически это отвращение идет. Но после бутылки водки отвращение как рукой сняло. Анатолий отмечал день рождения подруги у нее дома. Когда женщина заснула, он вдруг понял, что хочет напиться ее крови. Вспомнил, что говорят, что мясо человеческое, вкус цатый. Вот хотел попробовать. Отрезал кусок мяса, хотел попробовать. Самый знаменитый людоед советского времени Николай Джумагалиев, совершивший семь убийств. Он ел мясо и пил кровь молодых девушек. Врачам-психиатрам людоед-вампир заявил следующее. Распущенных я не переваривал. Когда однажды попробовал кровь женщины, которая выпила вина, мне стало плохо. Я предпочитал настоящих русских красавиц. Такие теперь есть только на севере. В 1980 году в институте имени сербского его признали невменяемым. Ведь он критически не осознает этого всего. Чувства вины нет. И осознания этого всего нет. Что он сделал? Это ужас. В какой момент обычные с виду люди чувствуют в себе зов к крови? Что толкает их на преступление? Больная психика? Примерив на себя роль вампира, смогут ли они хоть когда-нибудь остановиться? Я раскрою все тайны. Придуманный в 18 веке ирландским писателем Брэмом Стокером и растиражированный в кино персонаж граф Дракула. Прототипом стал один из самых загадочных и кровожадных князей Средневековья румынский феодал Влад Третий Дракула по прозвищу Цепеш, что в переводе с румынского означает сажатель на кол. Именно таким способом Влад Третий расправился с пятью сотнями бояр, колья с которыми потом были вкопаны вокруг его покоев в столице Тыргавиште. По слухам, он пил кровь казненных и подданных принуждал делать то же самое. Так Влад Третий выглядел на самом деле. Он был болен редкой болезнью крови порфирии, которая была широко распространена в Юго-Восточной Европе. Обратите внимание, как они похожи. легендарные Дракула и наши современники братья Калин из Великобритании. По иронии судьбы, у братьев Калин даже фамилия, как у героев популярной вампирской киносаги «Сумерки». Я знаю, кто ты. Скажи громко. Вампир. Из-за редкого генетического заболевания у братьев растут клыки. Они страдают светобоязнью. Их кожа слишком тонка. Малейшее воздействие солнца заставляет их покрываться волдырями и ожогами. Они могут выходить из дома только по ночам. При больших концентрация порфиринов в коже могут образоваться изменения, появляются изменения, подобные тепловым ожогам. Порфирией этой редкой формой генной патологии страдает один человек из двухсот тысяч. Организм такого больного не вырабатывает красные кровяные тельца. Красные или красно-коричневые зубы – знакомый всем образ страшной нечисти результат того же генетического сбоя у человека. Заболевает приблизительно каждый десятый из тех, кто может потенциально заболеть. То есть износительной мутации, которая может привести к развитию заболевания, реализуется болезнь в клиническую стадию примерно у каждого десятого. Жительница Иркутска Ольга Гурова страдает порфирией в начальной стадии. Первый приступ случился недавно, во время отдыха у моря. Когда я уже прибыла на место, в течение пяти-шести дней все развелось. То есть начались острые боли в животе, состояние стремительно ухудшалось. Болезнь редкая. Когда женщина обратилась в местную больницу, там не смогли поставить ей правильный диагноз. Последствия были катастрофичны. Ольгу парализовала. Меня осадили, меня кормили, то есть я себя не могла вообще никак обслуживать, то есть у меня двигались только глаза. Мама привезла меня уже в полубессознательном состоянии, потому что уже начались провалы, я что-то помнила, что-то уже не помнила. За те 15 лет, что врач Елена Пищик занимается изучением этой редкой болезни, Ольга стала ее 17-й пациенткой. При тяжелых случаях может также возникать параличи, поражение головного мозга, а главное, что если поставить диагноз, то пациенты вылечиваются, а если не поставить диагноз, то пациенты могут умереть. Интересно, что чеснок больные порфирией действительно не переносят. Содержащаяся в чесноке сульфоновая кислота, попадая в организм такого человека, провоцирует приступ острой желудочной боли. Как известно, именно чеснок самое мощное средство защиты от голодных вампиров. По преданию, если повесить так называемые чесночные бусы на шею, вампир к вам и близко не подойдет. Больные порфирией это и есть легендарные вампиры. По словам врачей, не все так просто. Ольга Гурова не испытывает тягу к человеческой крови и ее нельзя вылечить при помощи переливания. Переливание крови не оказывает никакого лечебного эффекта и не помогает этим больным. Редким заболеванием страдала и жена немецкого канцлера Гельмута Коля Лора Коль. Словно у средневекового вампира у нее диагностировали редкую форму аллергии на солнечный свет. Последние восемь лет своей жизни она провела затворницей. Целыми днями сидела в темноте и одиночестве. 5 июля 2001 года Лора Коль покончила жизнь самоубийством. Германия, Англия, Румыния, Чехия. Почему самые громкие факты и самые душераздирающие истории о вампирах родом из этих мест? Первые признаки Порфирии появились тысячу лет назад именно в Трансильвании, некогда древнем государстве, расположившемся среди гор на границе Румынии и Венгрии. Одним из самых известных правителей Трансильвании был Габар Батори, брат той самой графини Батори, которая принимала ванны из крови молодых женщин. В Трансильвании были распространены близкородственные браки, между собой могли жениться двоюродные братья и сестры и рожать детей друг от друга, тем самым сбивая генетически природный механизм продолжения человеческого рода. И в результате могли уничтожить всех своих граждан, кроме одного единственного человека. Может быть, граф Старпикаро Дракула и другие таинственные аристократы это одно лицо? Единственный в мире вампир, обреченный скитаться по свету и питаться кровью и жизненной силой людей, не способные ни умереть, ни продолжить свой род. Субтитры создавал DimaTorzok